которые будут приглашаться иностранные студенты, изучая историю, язык, современное состояние России. Мы очень надеемся, что каждая из этих школ, старт которой мы даем здесь и сегодня в Болгарах, станут важным явлением в гуманитарной свете. И такое пристальное внимание, настолько высок уровень лекторов, приглашенных для чтения цикла своих лекций, вы, наверное, должны максимально использовать то время, которое проводите сейчас в стенах Болгарской Исламской Академии. Уважаемые коллеги, время уже 9.15, позвольте считать пленарное заседание открытым и предоставить возможность для видеообращения ректора Казанского федерального университета Гафурова Ишата Равкатовича Академии образования, Академии наук Республики Татарстан. И, пожалуйста, коллеги. Уважаемые коллеги и участники нашего форума, я рад приветствовать вас на Международной зимней исторической школе Вторая мировая война в современной историографии и в исторической памяти. Для нашего Казанского федерального университета большая честь принимать участие в организации и проведении столь представительного международного мероприятия, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которая оставила глубокий след мировой истории и в памяти каждой семьи, каждого жителя нашей страны. Я думаю, это тот самый случай, когда уместно вспомнить слова американского писателя Улима Фолькмера «Прошлое не мертво, оно даже не прошлое». Особенностью нынешнего форума, проводимого Казанским университетом и Российским историческим обществом совместно с нашими партнерами из других университетов и академических организаций, стало возможно донести до иностранных студентов, обучающихся в вузах России, а их только в Казанском университете насчитывается более 11 тысяч из 106 стран мира, наш взгляд на события прошедшей войны, рассказать о тех, кто, победив фашизм, отставил свободу и независимость нашей Родины и вернул мир и спокойствие на планете. Стартующая сегодня зимняя историческая школа имеет исключительно важные значения, способствуя сохранению наследия Великой Победы, а также стимулируя молодых исследователей к изучению материалов и документов, раскрывающих правду о войне. Большая трудоемкая работа, начатая еще следователями Международного военного трибунала, сегодня продолжается учеными, историками и любителями, профессиональными юристами и энтузиастами во многих странах мира. Все это имеет огромное значение, поскольку в последние годы нередки попытки фальсификации событий и итогов Великой Отечественной войны, где подлинную историю заменяют ложью и абсурдом, цель которых – запутать вопрос о причинах войны, представить в искаженном свете предысторию этой кровавой трагедии, исказить факты противостояния Советского Союза в борьбе с гитлерской Германией, преуменьшить вклад наших стран в победу над нацизмом. Светлая память о погибших и пропавших без вести будет всегда храниться и внутри нашего университетского сообщества. За эти годы войны на фронт ушло порядка 900 студентов, аспирантов, преподавателей Казанского университета. К 1943 году, в самый разгар войны, университет потерял свыше 77% от своего довоенного контингента. Многие наставники и питомцы университета проявили на полях сражений исключительное мужество и героизм. Не всем им суждено было вернуться домой, к своим родным и близким. Отдавая дань мужеству и самопожертвованию фронтовиков, уходивших на войну из университетских аудиторий, мы составили книгу памяти и создали мемориальный комплекс «Аллея героев» во дворе главного здания нашего университета. Ежегодно в Казани, накануне 9 мая, в преддверии Дня Победы, мы совместно с посланцами всех федеральных университетов России проводим студенческий марш Победы. А преподаватели и сотрудники принимают участие в шествии Бессмертного полка, зримом воплощении того, что память о войне и о победе в ней живет в наших сердцах. Поэтому одна из основных целей, начинающей сегодня свою работу Международной зимней школы, которая в основном будет проходить по известным обстоятельствам в онлайн-формате с участием известных ученых и экспертов, ведущих российских и зарубежных центров, это донести до молодого поколения студентов и аспирантов правду об истинном значении Великой Победы. И я хотел бы пожелать всем участникам школы плодотворной работы и успехов в постижении нашего прошлого. Еще раз добрый день, уважаемые участники зимней исторической школы. Большое спасибо Ильшату Равкатовичу за обращение, за открытие работы нашей зимней исторической школы. И сейчас я хотел бы предоставить слово для обращения к участникам нашей школы Анатолию Васильевичу Таркунову, сопредседателю Российского исторического общества, ректору Московского государственного института международных отношений. Дорогие друзья, я с удовольствием приветствую всех участников Первой международной зимней исторической школы Вторая мировая война в современной историографии и в исторической памяти. Завершается год празднования 75-летия окончания Второй мировой войны, победы, Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. И хотя в течение этого года было очень много всякого рода событий, мероприятий, памятных мероприятий, открытий новых памятников, обелисков. Написаны десятки замечательных, потрясающих книг о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Кстати говоря, многие книги написаны на совершенно новых архивных материалах, о которых мы раньше не знали, и эти материалы появились совсем недавно. Архивы открываются, я думаю, что они принесут нам еще немало всякого рода новых открытий, поскольку тема Второй мировой войны и Отечественной войны – это тема неисчерпаемая. И для вас, молодых людей, да, вкручем, как и для нас, людей постарше, исключительно важно хранить память, историческую память о Второй мировой войне и не позволять эту память искажать, позволять допускать деформации и деформации в этой памяти. Именно этим занимаются сегодня многие ученые, российские ученые, ученые в зарубежных странах, практически во всех странах, знаете, несмотря на политизацию истории и борьбу историй, которые в последнее время так много говорят, политическую борьбу вокруг истории. Тем не менее, везде есть очень честные ученые, которые, опираясь на архивные материалы, на показания свидетелей, воспоминания, воспроизводят настоящую, подлинную Вторую мировую войну, говорят о ее исторических итогах, которые заключались прежде всего в разгроме немецкого фашизма, в разгроме гитлеровского блока и в великой победе, которая обеспечила, по существу, спасение человеческой цивилизации, которая находилась под угрозой. И, конечно, я не могу, как россиянин, не сказать о том, что Красная Армия, Советский Союз сыграл в этом решающую роль. В последнее время мне доводилось не раз приводить известный документ, подготовленный в 1942 году комитетом начальников штабов США. И в этом документе подготовленный американскими военными, которые, ну, прямо скажем, были союзниками нашими, но не переоценивали или старались не переоценивать официально роль Советского Союза в этой войне, говорится о том, что если Советский Союз проиграет в Сталинградской битве, то тогда можно говорить о проигрыше во всей Второй мировой войне, поскольку в этом случае немецко-фашистская коалиция, гитлеровская коалиция приобретет такие преимущества в Европе, в результате этого поражения ослабнет движение сопротивления и, по существу, будут парализованы англо-американские силы как в Европе, так и в других районах мира. Но, прежде всего, имеется в виду Африка, конечно, не Дальний Восток. Хотя и к Дальнему Востоку это тоже в полной мере относится. Мы не должны забывать, что мы отмечаем окончание Второй мировой войны, то есть и победы союзников над милитаристской Японией. Вот такой прогноз был у американцев. И этот прогноз, к счастью для всех, не оправдался, потому что Красная Армия, Советский Союз одержал потрясающую победу под Сталинградом. Не случайно улицы центральные в городах многих стран Европы вносят сегодня имя Сталинградских улиц. И я думаю, что, изучая вот такого рода документы, мы должны понимать, что историческая правда, она в любом случае победит. Она победит, опираясь на тот исторический материал, которым мы располагаем, архивный материал, исследование. Вот сегодня, когда мы часто слышим от наших соседей, в том числе близких соседей, что, дескать, да, советская армия разгромила немцев на нашей территории. Я в данном случае речь веду о странах Восточной Европы. Но, дескать, после этого в странах пришел советский тоталитаризм. Мне кажется, что жители этих стран забывают очень часто о том, какую судьбу им готовил немецкий фашизм. Судьбу истребления, физического истребления. А Красная Армия, которая, путем невероятно, потерь, освободила эти страны. Достаточно сказать, что во время боев за освобождение Польши погибло 600 тысяч человек. В борьбе за освобождение Чехотловакии 140 тысяч погибло офицеров и военнослужащих Красной Армии. И я хотел бы сказать, что мы помним слова Аристотеля, что благодарность быстро стареет, но наша благодарность не должна стареть. Тогда мы будем себя чувствовать настоящими людьми, людьми, которые уважают свою историю, уважают историю других стран и стремятся к тому, чтобы история не разъединяла нас всех, а наоборот объединяла. Я хочу пожелать успехов вашей школе и надеюсь, что в результате вы приобретете не только новые знания, но и новых друзей. С наступающим Новым годом! Спасибо большое за столь яркое представление нашего партнера, нашего доброго партнера. Я считаю, что сотрудничество Казанского с Московским государственным институтом международных отношений приняло и вошло в новую стадию. Я благодарю сегодня царе Волгарах и студенты этого замечательного года, которыми у нас совместный проект. Но я считаю, что это просто не имеет осознание и понимание тех задач, которые стоят перед гуманитарной наукой. Позвольте мне большим удовольствием предоставить слово Петрову Юрию Александровичу, президенту Российского исторического общества, директор Российской академии наук. Я считаю, что Юрий Александрович – это не только великолепный ученый, исследователь, но и в первую очередь у него в отношении, благодаря его помощи и поддержке, огромное количество проектов в Казани, в Катарстане реализуются и реализуются успешно. Юрий Александрович, Юрий Александрович. Спасибо за столь лестные для меня слова, дорогой Рамиль Равилович. Уважаемые… Меня слышно, надеюсь, да? Уважаемые организаторы, участники зимней школы, дорогие коллеги, друзья, я действительно рад приветствовать вас на этом очень важном, я считаю, форуме. И прежде всего хотел бы подчеркнуть, что избранная вами тема «Новая война в исторической памяти и историографии» тема более чем актуальная, очень важная для нас. Вторая мировая война, Великая Отечественная, это самая, может быть, сейчас важная часть нашей национальной исторической памяти. Мы, конечно же, и в историографии работаем весьма активно, мы стараемся эту память подкреплять достоверными научными данными. Надеюсь, вчера многие видели репортаж из Белграда, где был зажжен огонь на мемориале, посвященном 75-летию окончания Второй мировой войны. Этот маленький факт говорит о том, что наши контакты, наши связи с международной научной общественностью, и очень, что важно, с молодым поколением историков, они растут и крепнут. И я бы хотел подчеркнуть, что, вслед за Анатолием Васильевичем, подчеркнуть, что у нас прекрасные есть отношения творческие с нашими коллегами из Европы, из Восточной, из Западной Европы. Мы вместе работаем над темой истории Второй мировой войны. Мы провели в сентябре очень важную международную научную конференцию, посвященную 75-летию окончания. И что примечательно, соорганизатором этой конференции был Германский исторический институт в Москве. Мне кажется, это очень важная примета времени, когда потомки, так сказать, бывших военных противников вместе изучают историю той войны. И это показывает, какие у нас есть прекрасные в этом отношении перспективы. И хочу подчеркнуть, что история неисчерпаема. Ее нельзя завершить, нельзя поставить точку. Также, несмотря на то, что сотни и тысячи книг уже записаны о Великой Отечественной войне, мы все время пополняем наши знания. Мы расширяем нашу документальную базу, на которой мы работаем. И в частности, есть новые архивы. У нас хранится архив в нашем научном архиве Института Российской Истории, так называемой комиссии Минца. Это академик Минца во время войны создала группу людей, историков, которые выезжали на места боев, записывали интервью с участниками этих боев, там же, буквально в медсанбатах, на передовой линии. И эти документы, бесценные документы, свидетельства сиюминутной реакции людей на войну, они сохранились. Сейчас публикую, и в частности, в этом году вышел, очень рекомендую, не видел, может быть, этой книги еще, вышел том, посвященный освобождению Крыма в 1923-1944 году. Называется, «Кровью полят каждый метр рассказы участников освобождения Крыма». Это не только ценный исторический документ, но это, я бы сказал, великолепное чтение. Вы, если молодые люди начнете читать, как рассказывают о боях, как рассказывают об эпизодах, которые уже нигде не сохранились, кроме как вот в этих документах, вы поймете, что такое, лучше поймете, что такое война на уровне простого человека, на уровне то, что мы сейчас называем антропогеном. И у нас, я считаю, в исследовании Второй мировой войны, у нас очень серьезные перспективы, несмотря на всю установку вот этого завышательской критики по отношению к Советскому Союзу, его политике и так далее. Я думаю, что наше сотрудничество международное будет только развиваться и крепнуть, потому что мы понимаем и наши коллеги за рубежом, настоящие ученые понимают, что наука – это дело международное. Наука – это наше общее дело, и мы все должны здесь находить общий, что называется, плацдарм для нашего взаимодействия. Если я уверен, что ваша школа будет содействовать тому, чтобы мы понимали лучше друг друга, и я желаю, чтобы в этой высокой миссии вам сопутствовал успех, и я желаю всяческих успехов, процветания всем молодым историкам, которые принимают участие в работе этой школы, и надеюсь, что мы с вами будем долго и активно сотрудничать. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо огромное, Юрий Александрович. Я очень надеюсь, что мы, я имею в виду Казанский, по-прежнему работают руководством. Так и есть. Будем работать. Спасибо. Спасибо огромное. Мы и наши студенты присутствуют сейчас на древней земле Болгар, на территории прекрасного комплекса Дословской школы, который гостеприимен был в своем миссии, для проведения наших мероприятий, наших студентов. Я прошу взять слово ректора этого замечательного учебного заведения, Деяна Деяна Курманова. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, Рамин Равилович. Уважаемые гости, уважаемые студенты, разрешите поприветствовать вас в Болгарско-Исламской академии. Ассаляму алейкум, варахматуллахи ва баракату. Безусловно, зимняя школа, которую мы сегодня открываем, очень важна, и сегодня про это говорили очень именитые люди, которые посвятили свою жизнь, истории, в том числе истории изучения Второй мировой и Великой Отечественной войны. В этот год, год 75-летия Великой Победы, по всей стране проводятся очень значимые, очень интересные мероприятия. И наша академия, безусловно, не осталась от них в стороне. Мы и своими силами, и привлекая тоже очень известных, именитых специалистов, провели ряд мероприятий, на своей территории. И наш коллектив, коллектив разных возрастов, коллектив межнациональный, сплотился здесь, и мы действительно увидели, что та беда, которая 80 лет назад постигла нашу страну, действительно не обошла, наверное, ни одну семью. И когда мы вспоминали о тех событиях, в которых принимали участие наши предки, наши родственники, я думаю, мы действительно еще раз приобщались к той богатой истории, к тем богатым традициям, которыми действительно славятся наши страны. И это мероприятие в череде других мероприятий действительно позволяет, в том числе, и нашим студентам развивать чувство патриотизма, чувство гражданственности. Большим удовольствием мы откликнулись на предложение нашего партнера, Казанского федерального университета, провести эту зимнюю школу на базе академии. Время у нас сейчас непростое, но соблюдая все необходимые меры предосторожности, мы предоставили вам возможность, во-первых, посетить Великий Болгар, а это место, в котором более тысячи лет назад впервые в истории России ислам был принят добровольно. И в 2022 году мы планируем отмечать тысячестолетие принятия ислама в Волжской Булгарии. Для вас будут организованы экскурсии и по нашей академии, и по Болгару. Здесь действительно есть что посмотреть. Создан замечательный музей-заповедник. Я думаю, действительно есть реальная возможность приобщиться к истории, к тому, что действительно ценного здесь было, что осталось и что мы в том числе возрождаем. Если говорить про нашу академию, я уверен, вы успели оценить и здание, и ту наполненность техникой, современной техникой, которая позволяет действительно в режиме реального времени, несмотря на все эпидемические ограничения, принимать участие в мероприятиях, которые проходят в разных уголках нашей большой земли, скажем так. Поэтому обращаюсь и к нашим студентам Болгарской академии. Пожалуйста, принимайте участие, общайтесь с ребятами, которые учатся в Казанском федеральном университете, которые, я уверен, должны стать вашими друзьями, с которыми вы, я думаю, если установите дружеские отношения, тоже сможете долгие-долгие годы общаться. Наша академия – это высшая ступень исламского образования. Мы реализуем программы магистратуры и докторантуры, поэтому, если у кого-то есть интерес, в том числе в прохождении и программ профессиональной переподготовки курсов, повышения квалификации, распространить информацию про академию, и знайте, что мы ежегодно проводим десятки очень интересных мероприятий, круглых столов, семинаров, конференций, которые привлекают и признанных богословов, и сломоведов, востоковедов, поэтому, думаю, я сейчас обращаюсь к студентам Казанского федерального университета, в вашей научной работе вы в лице Волгарской исламской академии также можете увидеть очень интересного партнера. Поэтому я желаю всем участникам зимней исторической школы безусловно здоровья и успеха в ее проведении. Думаю, что те знания, которые вы получите, будут ценными и не только вашей профессиональной деятельности, но и останутся с вами навсегда, ибо те ценности гуманизма, которые в том числе данная зимняя школа пытается привить, я считаю, в этом очень быстро меняющемся, турбулентном мире крайне важны. Успех. Спасибо. Спасибо большое, Давлиер Мавлиерович. Благодарим вас, желаем процветания и благополучия и вам лично, и всем вашим коллегам, вашему учебному заведению. Вы не просто надежный партнер, именно вы являетесь сопроводником тех духовных ценностей, которые очень важны для развития личности каждого студента, каждого человека. Спасибо вам еще раз. Благодарю. Спасибо. Сейчас предоставить слово ректору удивительного, уникального масштаба России и Европы учебного заведения. Это действительно великолепный опыт слияния академической мысли и университетской формы и жизни. Это наш коллега Фомин Милов Денис Валерьевич, член Совета Российского Исторического Общества, ректор государственного Академического Университета Муманитарных Наук. Пожалуйста, сегодня у нас будет и ваша лекция. Мы начинаем цикл серьезных научных лекций с вас. Хотелось бы, чтобы у вас была возможность вначале высказать свое мнение по поводу необходимости проведения этих школ. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, доброе утро. Все-таки для многих еще утро. Дорогие коллеги, я искренне признателен за приглашение. Я очень рад видеть всех пока через видеоконференц связь. В ближайшие дни, я надеюсь, все будет хорошо. Я приеду для очного участия в мероприятиях школы. И я хотел бы подчеркнуть именно для участников нашей школы, нашей Winter School, причем еще и международной, принимают участие не граждане Российской Федерации, а именно иностранные участники. Хотел бы подчеркнуть все-таки исключительную важность и значение как Второй мировой войны в истории человечества, так и Великой Отечественной войны, которая являлась для нашего народа, граждан Российской Федерации, частью, большой частью Второй мировой войны. Дело в том, что сейчас спустя 75 лет действительно молодому поколению иногда кажется, что это дела давно минувших дней. И что было, то прошло. Мы знаем, что, например, во многих странах, которые не были сильно затронуты военными действиями, и их граждане не участвовали в тех сражениях, им кажется, что это что-то далекое, что-то происходившее в основном в Европе, немного где-то в Тихоокеанском регионе и Китае. И возникает вопрос, ну и что, войн было в истории человечества много, историки делают такие расчеты, и получается, что практически каждый второй год, если не больше, происходит какая-то война. Но вот именно та Вторая мировая война на самом деле абсолютно уникальное явление. Помимо того, что сейчас все больше и больше историков называют ее Total War, тотальной войной, то есть первой на самом деле войной, когда воевали уже не армия с армией, не какие-то подразделения с подразделениями, а именно все ресурсы стран бросались. и тыл, и индустрия, вся экономика подчинялась условиям той войны и победе в той войне. И это совершенно уникальный характер, такого в принципе не было. Можно говорить о больших европейских войнах, начиная с 30-летней войны в 17-м веке, а Первая мировая война тоже, конечно, была явно таким выдающимся явлением в мировой истории, но тогда все равно армии воевали с армией, фронт с фронтом, а тылы продолжали на самом деле жить своей обычной на самом деле гражданской жизнью по своим мирным законам. Здесь война приобрела именно тотальный характер. И важно понимать, что по итогам именно той войны после 1945 года был, собственно, сформирован современный миропорядок, в котором мы до сих пор живем, по правилам, определенным по итогам той войны действуют многие международные институты и большинство собственно стран мира, это и ООН, которая бы появилась со всеми его институтами, если бы не Вторая мировая война, это и в том числе атомное оружие, nuclear weapon, которого тоже бы не было, если бы не та тотальная война на истощение ресурсов противника и на победу, но особое место, конечно, война имела для россиян и тогда для советского народа, Россия была одной из республик Советского Союза, я вот в своем вступительном слове хотел бы как раз для участников подчеркнуть, чтобы они понимали значение той войны для нашего народа, для граждан Российской Федерации, я не знаю, я даже специально хочу показать табличку, демонстрацию, чтобы подтвердить свои слова, вот смотрите, население Советского Союза на 41-й год, конечно, статистика дела лукавые, были проблемы с расчетами, но около 200 миллионов человек, чуть более 200 миллионов человек в 41-м году, а в 45-м году, когда, собственно, для советского народа война практически закончилась, вот 1-го июля, мы все-таки отмечаем 9-е мая как день победы, как победу над нацистской Германией, хотя потом еще был театр военных действий в Китае, в Корее, на Дальнем Востоке, так вот, на 45-й год, по оценкам ученых, население составило 169 миллионов 809 тысяч, но мы понимаем, что все равно, хоть война была и тотальная, все равно дети рождались, но, конечно, резкий спад произошел и рождаемости, и колоссальная, конечно, смертность, и не только это боевые потери, это в первую очередь потери от бомбардировок, от геноцида, про который вам, я так понимаю, уже вчера рассказывали по отношению к нашим народам, получается, что в той войне погиб каждый шестой, каждый шестой гражданин Советского Союза, наши, это для жителей современной России, это наши прадеды и даже деды, наши тети, дяди для многих современников, и это была, конечно, колоссальная трагедия, это каждый шестой погиб, именно поэтому Великая Отечественная война, конечно же, навсегда в нашей исторической памяти стала знаковым явлением, именно поэтому мы видим, почему каждой семье этот праздник 9 мая считается священным праздником и отмечается, именно поэтому такое большое внимание в исторической науке нашей страны уделяется истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, поэтому школа наша, посвященная данной проблематике, представляется исключительно важной и актуальной для того, чтобы лучше понять Россию и народы ее населяющие. Желаю всем успехов и уверен, что в ближайшие дни будут интересными и полезными для личностного развития участников. Спасибо. Благодарим вас, Денис Валерьевич, спасибо. Буквально через несколько десятков минут начнется ваша лекция, я думаю, она будет такой же интересной, как водное слово, спасибо огромное. вы такими широкими мазками показали все масштабы и трагедии этой войны. Исторические исследования в Казахском университете сосредоточены в первую очередь в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия, которую возглавляет мой коллега и друг Айрат Габитович Сидников. Дело в том, что он не только декан нашего факультета, но и директор Института археологии Академии Татарстана, той организации, которая, собственно, и проводила на протяжении нескольких десятилетий последних масштабное исследование Болгарского городища, и благодаря работам которого и его коллег Болгарское городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы имеете счастливую возможность ознакомиться в эти дни с богатым историко-культурным наследием. Позвольте предоставить слово Айрату Габетовичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые участники нашей зимней исторической школы, позвольте вас поприветствовать и, со своей стороны, сказать, что инициатива, которая была появлена Российским Историческим Обществом Фонум История Отечества, является не только возможностью нам встретиться, обсудить вопросы, но является очень крайне важным гуманитарным составляющим представления значений и места событий Второй мировой войны в истории культуры человечества в целом. Это явление, которое сопровождалось ужасной войной, в которой погибли миллионы людей, также было связано с драматическими вещами, связано с идеологией, идеологией человека-ненавистничества, идеологией, приводившейся к геноциду, уничтожению миллионов людей. И победа в этой войне, это победа, обусловляющая и совершенно другую переоценку и понимание роли и значимости человеческой жизни, и недопустимости повторения, зарождения каких-либо умыслов о том, что имеется превосходство, есть подходы, которые позволяют уничтожать людей, и возможность, которая предоставляется именно нашу школу сегодня, это возможность не только обратиться к памяти тех событий, еще раз помнить и оценить ужасы и драматизм, трагедию, которая произошла в результате этой войны, но еще раз задуматься о недопустимости этих явлений, процессов, которые произошли тогда, особенно принимая в внимание те события, которые сейчас связаны с зарождением различных элементов попыток пересмотра итогов войны, относящихся к различным элементам экстремизма национального, религиозного, эти все моменты, они в своей основе связаны с тем, что в обществе должно быть понимание ценностей и человеческой жизни, недопустимости войн, недопустимости возможности превосходства, и сегодняшняя наша встреча этого мероприятия как раз является обращением к этому и от каждого из вас участников которые принимаются в работе этой школы позволяет нам еще раз к этому усилить и при этом я хотел бы обратить внимание в мероприятии проводятся большие группы партнеров и оно проводит большим количеством участников это несколько десятков стран студенты которые принимают и к подключению к работе школы сегодня участвуют около тысячи студентов к разным лекциям подключаются и слушают общаются задают вопросы задумываются об этих событиях поэтому я хочу поблагодарить здесь инициаторов и участников этой школы пожелать всем плодотворной работы и осмысления той темы этих вопросов которые ставятся и обсуждаются в лекции от выступления и проблемах обозначенных еще раз всем большое спасибо плодотворной работы и содержательное обсуждение этих очень острых злободневных тем спасибо большое Габидович уважаемые коллеги и это действительно так замечательное предложение о проведении международной школы среди историков русистов пришла в голову нашему дорогому коллеге Константину Ильичу Могилевскому председателю управления российского исторического общества директору фонда истории отечества историку профессионалу человеку который несмотря на огромное количество мероприятий проводимых в стране тем не менее большое внимание уделяет работе со студентами он не только ученый он и преподаватель в каким-то невероятным образом принимает участие и координирует работу огромного количества отделений российского исторического общества во всей стране поэтому с большим удовольствием передаю вам слово Константин Ильич для того чтобы вы во-первых поделились как возникла эта идея Константин Ильич и насколько она будет иметь продолжение пожалуйста Константин Ильич спасибо большое уважаемые Ромили Равилович дорогие друзья спасибо и за добрые слова и за предоставленное слово я должен сказать что идея эта конечно не самая новая и одновременно у многих коллег конечно она рождалась и слава богу что наконец родилась потому что естественно одна из важнейших задач российского исторического общества это популяризация истории российской истории историческое просвещение как в России так и за рубежом и именно для этого в российское историческое общество объединились крупнейшие организации где занимаются историей где занимаются историческим просвещением это и вузы и музеи и библиотеки кстати я должен сказать что впервые эту идею проведения таких международных исторических школ озвучила как раз директор музея член совета российского исторического общества Ирина Яковлевна Великанова это центральный музей современной истории России но так или иначе очень востребован этот формат очень востребована вот эта идея проведения международных исторических школ мы планируем делать это каждый год два раза в год будут и зимние летние исторические школы и наверное в дальнейшем они будут в большей степени рассчитаны на профессиональных молодых историков для того чтобы развивались научные проекты в том числе совместные научные проекты российских и зарубежных молодых ученых чтобы возникали и развивались научные профессиональные контакты но начать во всяком случае нам показалось важным с обсуждения проблем исторической памяти самых актуальных проблем российской истории именно в таком широком кругу и я конечно рад приветствовать участников этой школы студентов в основном среди участников школы иностранные студенты конечно это не только историки и даже не столько историки это студенты широкого круга гуманитарных и не только гуманитарных на самом деле специальностей вы дорогие друзья сделали важный выбор в жизни который так или иначе будет на вашу жизнь в дальнейшем оказывать влияние вы приехали учиться в Россию вы учите или продолжаете учить русский язык вы живете в русской российской культурной среде и вам конечно намного упростит путь к пониманию нашей страны знание ее истории знание основных подходов к изучению ее истории и конечно нынешний год как уже об этом говорили выступающий 70-летие победы год объявленный в России годом памяти и славы это конечно повод важнейший повод поговорить о памяти о войне памяти о победе понять почему это так важно для России является одним из фундаментов российского национального самосознания узнать больше конкретики узнать больше фактов потому что знание истории оно абсолютно предметно и требует знания того что было на самом деле адекватного представления об объективной реальности почему первая школа открывается на гостеприимной земле Татарстана нам показалось очень правильным это сделать не только потому что казанское отделение РИО работающее на базе казанского университета это одно из самых серьезных таких эффективно работающих отделений и само отделение и в целом казанский университет конечно известны на всю страну не только замечательной научной базой но и огромным организационным потенциалом дело не только в этом Татарстан это пример российской мультикультурности пример того как в сердце нашей страны живут живут не просто в мире дружбе а живут не отделяя фактически себя друг от друга представители разных народов люди для которых родной язык не всегда русский и при этом это Россия это такая самое что ни на есть коренная Россия поэтому очень важно было как раз для нас этот разговор важнейших для России вещах провести именно здесь именно в Татарстане поэтому я еще раз хотел бы поблагодарить организаторов этой школы конечно та ситуация в которой мы сейчас все вместе оказались наложила очень существенный отпечаток на форматы проведения занятий лекций мастер-классов конечно в будущем наверняка онлайн форматы будут вытеснены традиционными формами общения но пока мы действуем в тех обстоятельствах которые нам продиктованы жизнью мы по всем требованиям безопасности по всем санитарным правилам размещаем 50 человек в зале в огромном прекрасном зале духовной академии в Болгаре остальных мы рады видеть на видеосвязи и конечно дорогие друзья уважаемые коллеги вот я желаю вам всем в рамках нашей первой международной исторической школы зимней исторической школы успешной работы новых контактов новых знаний чтобы она вам запомнилась чтобы она принесла вам пользу и дорогие иностранные коллеги вам желаю по итогам еще лучше узнать еще лучше понять Россию спасибо большое спасибо огромное Константин Ильич мы очень надеемся что в самое ближайшее время мы увидим и вас Константин Ильич и Денис Валерьевич вас на закрытие на обобщение уже результатов проведенной зимней школы а сейчас уважаемые друзья коллеги после напутствия наших друзей и партнеров хотелось бы пожелать всем хорошей плотворной работы Виктор Евгеньевич я прошу принять на себя образы модерирования и мы переходим уже собственно в соответствии с порядком ведения первой на сегодня лекции уважаемых наших лекторов пожалуйста Виктор Евгеньевич спасибо Ромир Авилович добрый день еще раз уважаемые участники нашей зимней школы на этом завершается наше торжественное открытие я хотел бы поклонникам